Приветствую друзья, свой канал Молочетти, в этом видео будем менять моторное масло. Итак, друзья, замена масла это самая простейшая процедура по обслуживанию автомобиля. Все остальные жидкости меняются сложнее, дольше, поэтому замена именно моторного масла это самая простая процедура, которую можно сделать своими руками. Данное видео о замене моторного масла уже было на канале, оно было одним из первых, это был по-моему 2017 год. В тот момент я менял масло в полевых условиях, у меня не было ни гаража, ни смотровой канавы. Я тогда был вынужден уехать из дома, потому что мой дом был разрушен снарядом. И так получилось, что многие может даже не поверят, я менял масло просто у незнакомого человека. В тот момент времени я приехал в другой город и просто попросился к одному человеку во двор поменять у него моторное масло. С тех пор мы с этим человеком дружим, хотя живем сейчас в разных городах, я кратко покажу выдержку из того видео. Как я менял масло без смотровой канавы, в этом тоже ничего сложного нет, можно спокойно поменять даже так. Также мы затронем тему закручивать сухой фильтр или наливать в него масло, потому что, мне честно сказать, на лице вызывает очень большую улыбку, когда я слушаю вот эти все страшилки, когда говорят, что масло в фильтр заливать нельзя, будут там воздушные пробки, фильтр порвется, и еще там с десяток вот таких вот всяких страшных причин. Но на самом деле в этом страшного ничего нет. Можно подумать, что каждый человек перед запуском двигателя закручивает себе сухой фильтр. Мы наглядно посмотрим, что единственное различие, когда мы закручиваем сухой фильтр или фильтр с маслом, заключается лишь в том, что когда мы закручиваем сухой фильтр, то у нас лампа давления масла горит гораздо дольше. Все. В остальном у нас различий никаких там нет. Ничего с вашим автомобилем не случится, что вы закрутите сухой фильтр, что мокрый фильтр. Дальше хочется затронуть тему масла, которое необходимо заливать в наш двигатель. Масло предназначено для нашего двигателя. Это 0W30 и 5W30, в зависимости от того, в каких условиях вы эксплуатируете автомобиль, у вас более холодно или более тепло. В общем, все зависит от температуры эксплуатации автомобиля, от температуры окружающей среды. Лично я использую масло 5W40, это связано с тем, что сразу хочу сказать, что это не реклама, я никого не убеждаю и не заставляю заливать такое масло, я лишь отвечаю на вопросы в комментариях, какое масло использую я. Дело в том, что у него очень слабый угар масла, то бишь от замены до замены я масла не доливаю, вообще не доливаю. Даже не 100 грамм, не 200 грамм, даже не 50 грамм, я его не доливаю. Также отдельно хочу отметить тот момент, что я ищу масло, использую то масло, которое имеет высокое щелочное число. В данной серии, к примеру, масло Орал, это серия Хайтроник 5W40, но в отличие от обычного Хайтроник, это серия Хайтроник М с буквой М. Оно отличается тем, что у Хайтроника щелочное число около 7, а у Хайтроник М щелочное число больше 10. Если ваш двигатель работает исключительно на бензине, как мой мотор, не на газу, а на бензине, и качество топлива оставляет желать лучшего, то лучше использовать масло с высоким щелочным числом. Оно нейтрализует кислоту, которая образуется при использовании топлива с большим содержанием серы. И плюс ко всему, когда у вас там уже мотор прошел за 200 тысяч, уже там немножко может масло подъедать или что-то, ну, это естественный процесс, поэтому лучше использовать масло с более высоким щелочным числом. Это будет лучше и для двигателя, и для частоты двигателя, ну, и для ресурса двигателя тоже. Вот поэтому я использую такое масло. Но еще раз повторюсь, это не реклама, это просто я отвечаю на вопрос, что использую я. Ну, а дальше смотрим, как я менял масло в полевых условиях, а потом будем менять его при помощи смотровой канавы. Разницы особой нет, ну, дальше посмотрим. Дальше. Будем делать это на земле. Стерка. На защиту я открутил. Дальше. Сзади. Сзади. Средний я не откручивал, до него тяжело довезть, такой смысла нет. Просто открутил, вот спереди, тут и тут два болта сзади, просто отодвинул ее в сторону. Вот, собственно, самопробка, которую надо выкрутить, крючком на 19. Сюда поставить емкость. Вот, предварительно, конечно, двигатель прогреть. Так, пошел я все сюда снесу. Как откручивать, я не буду показывать, что тут умного ничего нет, только открутим, тогда продолжим. Так, друзья, вот так вот скрутили пробочку. Такая система получилась. Веренька и емкость. Пробка можно, чтобы туда упала, чтобы руки не вымазывать. Ждем, пока все стечет. Так, друзья, задача скрутить масляный фильтр. Вот он находится справа от катализатора. У меня катализатора нет. Расставка стоит. Открутить фильтр можно съемником специальным. Если у вас его нет, можно газовым крючком вот снизу залезть, зацепиться вот так вот и проворачивая, открутить. Либо ремнем. А если того и того нема, то можно его отверткой пробить и открутить. Как крючок. Так, сорвали фильтр. Осторожно, помните, коллектор горячий. Затягивать не надо. Затягиваем просто от руки и все. Ну вот, все. Вот, когда масло залили, уровень проверили. Садимся в машинку, заводим. Главное, чтобы потух индикатор давления масла сразу. Надо это проследить в первую очередь. Если будет долго гореть, то надо немедленно заглушить двигатель и найти причину, почему давление не поднимается. Вот, пробуем. Все быстро. Все хорошо. Все хорошо. Так, теперь наша задача открутить масляный фильтр против часовой стрелки. Обычно это можно сделать от руки, либо если не идет, можно воспользоваться ремнем, либо если совсем уже все туго и у вас нет специального ключа, то можно просто пробить корпус фильтра отверткой. Вот здесь вот. И воспользоваться как рычагом. Ну, обычно говорю, но спокойно можно осудить и от руки. Снизу стоит емкость, в нее как раз попадают остатки масла, которые из фильтра вытекают. Переворачиваем фильтр вверх дном, вверх резьбой и вынимаем. А теперь все хорошенько вытираем место, куда мы закручиваем фильтр. Очень-очень тщательно, особенно внизу стоит датчик положения коленвала, на него постоянно попадает масло из-за этого. Его нужно тоже очень хорошо вытереть, особенно посадочное место фильтра. Так, теперь нужно взять масло и смазать уплотнительное кольцо. Сам фильтр масло, хоть и написано там, что он не требует заливки, но что зальете вы масло, что не зальете, ничего не поменяется. То эти споры по поводу заливки мокрого или сухого фильтра уже просто, я не знаю, наиболее тупейшего и бесполезного спора я никогда в своей жизни не встречал. Сейчас я поставлю сухой фильтр, а у меня есть видео, когда я ставил фильтр с маслом и мы посмотрим, как тухнет лампа давления масла. Фильтр закручивается от руки, без каких-либо ключей. Так, что касается медного уплотнительного кольца на пробке, я его не меняю уже очень давно, так как я меняю масло весной и осенью, когда есть отопление, то я просто помещаю его в котел, там нагревается оно, его отпускает и оно становится мягким, как новое. И ставлю его обратно. Вот этому кольцу уже несколько лет. Потому что купить его очень тяжело, особенно если вы живете не в большом городе, поэтому купить его бывает очень проблематично. А такой способ решает проблему. Все вытираем. И можно заливать свежее масло. Вытираем щуп. В общем, спокойно наливаем чуть больше трех литров масла. Даем минут 15-20 автомобилю постоять, чтобы масло стекло, ну а дальше доливаем по щупу. Итак, запускаем двигатель с сухим фильтром. Субтитры установил DimaTorzok Думаю, надеюсь, он выведет и пройду. Чтобы этоaydенько подходит д실ём, чтобы мы говорим, а потом упал в банке. Помнился. Пока. Продолжение следует. Много пункта. Попробуйте. Попробуйте перебарить. Признатьệu этой акции на антарклоне. Какой-пропрессии весной? Вот такая разница Но заливать маслофильтр или нет Можете посмотреть мое мнение По вот этой ссылке вверху Ну на этом все друзья Всем мира, полных дорог и до следующих видео